Ну что ж, о нас в гостях сегодня в рубрике «Наши могут» инструктор большого приключения Данила Дереза. Даня, привет! Привет, привет! Ну что ж, Даня нам сегодня расскажет о своем путешествии по Северной Осетии и восхождении на Эльбрус. У нас также уже как-то был в гостях Саша Лазарев, он тоже рассказывал нам про Эльбрус, но тогда они шли с севера и взойти так, к сожалению, им не удалось. Данил, расскажи, пожалуйста, ваше восхождение в итоге было успешным или что-то помешало зайти? Нет, у нас все получилось, ничего не помешало, но там первые 2-3 недели перед восхождением, соответственно, пока мы автоматизировались в Осетии, были на Эльбрусе, нам могло все помешать, потому что очень много было дождей тогда в августе 17-го года, но прям за 2 дня до восхождения погода установилась, ясное небо, солнце, высокое давление, так что мы зашли и с нами еще там, не знаю, 200 или 250 человек, все, кто скопились на горе. Дорогие друзья, у нас небольшие технические неполадки, такое бывает с гостями в прямом эфире у нас. А сейчас мы проверим, с нами ли Данила, Данила, ты с нами? Еще пока что нет, но ничего, мы это просто так не оставим, сегодня у нас, к сожалению, уже был такой опыт, но мы постараемся сейчас вернуть гостя, все-таки. Я вижу, что появился Данила, подключите, пожалуйста, студию с экраном. Данил, у меня такой вопрос будет, ваш поход, получается, был нечистым восхождением, у вас же была еще пешая часть до самого восхождения по сети, да, расскажи, пожалуйста, об этом. Да, ну это было в рамках акклиматизации, ну это был и самостоятельный поход, самостоятельная программа, то есть там некоторые люди, кто в этом участвовал на Эльбрус, потом они пошли, соответственно. А от нас это была как акклиматизация. Ну, мы прошли Цейское ущелье от Альплагеря до перевала Цикан, вот, и потом вернулись обратно. Соответственно, такое, ну, я сейчас уже не помню, это там около недели, наверное, было, может быть, дней шесть, вот, соответственно, вот так вот. Гуляли там по лесу, по море, не по леднику, зашли на перевал, ну и вниз путь наш лежал обратно по тем же местам и спустились в Альплагерь, откуда ребята некоторые уехали, ну а мы начали перемещаться ближе к Эльбрусу. Это очень интересно. А когда вы ходили, кстати, в какое время? Это август, получается, там где-то с 9-го, 10-го августа и по 28-й или 29-й августа. Ну, то есть три недели всё это было, Осетия плюс Эльбрус. Безостановочный марафон. Очень интересно. Я знаю то, что у вас есть видеоролик по этому поводу, давайте его посмотрим. Внимание на экран, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 каждый раз бывают но в целом основной костяк он всегда один так что очень легко очень легко функционировать и мы уехали я сдавал т.д. экзамен магистратуру 12 августа ребята уже были где-то 4 дня в горах я чуть опоздал я сдал экзамен в 12 прямо в этот же день уезжаю на кавказ 13 был в сетей там у нас были скальные занятия небольшой легками пару пробитых маршрутов нижней страховки полазали немного и все основной как бы клиентизацию ребят я пропустил но начальное там 23 дня когда они гуляли к водопадам пускай там квадрокоптер смотрели на окрестность на гору монах который находится около самого лагеря и далее не помню по моему там 14 августа что на следующий день мы уже поперли по ущелью перевалом цеха три 600 метров вот до тут нам нужно было дойти там масштабы такие гималайские в цели то есть очень долго идешь за не леса потом долго идешь по марине по леднику и огромные огромные масштабы всех этих природных образований очень было круто идти по леднику и рассказывать про марин потому что у меня был билет не географ по обрадованию и когда без поводной литературы у меня как раз билете было типа марин образование марин чем они отличаются что это такое про ледники я понимаю что просто я с экзамена со скамьи на студенческой попадают сразу в горы и все вижу что потом было очень это отлично как теория с практикой соединяются там у нас но несколько дней два дня мы шли по леднику по лесу марине и леднику прежде чем подошли к перевалу первый день мы прошли лес и марину и вставим начало ледника очень видели того страшного места который нам надо будет пройти на следующий день встаем подходим к леднику а там это его край он вылезает таким большим языком и там течет река которая образуется в нем и она почти смыла большинство льда внизу основной массой ледника и соответственно проточила там себе ложбинку как бы обследование трассе на день рисует узкий мост мы по нему прошли но кстати без страховки совершенно потому что он был довольно широк тогда и на нем еще было много камней то есть негольный лед запомните этот момент потому что обратно мы будем идти точно такой же дорогой но об этом потом поднялись соответственно второй день мы полностью прошли ледник но мы шли не только по нему конечно основной наш путь лежал по боковом арене иногда заходами на ледник с его пересечением и в итоге мы подошли на склонный перевал цехан там стоит домик мчсовцев в нем мы жили пару-тройку дней несколько ребят плавка жили рядом том что мест всем в домике не хватало но основная масса была доме на следующий день зашли на цеха на вершину не сходили были дожди очень грязные поэтому но двойка или четверка пройдет а все-таки там 10 15 человек очень много было опасно поэтому принято решение не идти на саму вершину остались на перевале там гейли сникерс и банк с ананасами открыли мусор конечно как унесли с собой это важный момент поднялись мы на этот перевал потом спустились еще у нас был день посвященный ледовым занятиям на ледник ходили вешали страховку лазились и дорогу и кошку ну просто чтобы попробовать конечно и брусь такого нет но было интересно познакомиться с ледолазанием и общем и все и потом мы спускались по этому этому же ущелью цейскому и проходили опять же тот же ледовый мост такой прекрасная была история сергей на фотографиях они сейчас у нас великают это парень который в таком песчаном пляже в панаме и у него видите колени как будто он киборг перепоясанными специальными бандажами он игрок в американский футбол два раза он ломал спину два раза его врачи лечили возвращали на четвертый раз врач подошел к сергей и сказал смотри на 2 когда он сломал спину он сказал ну смотри если ты ломаешь я еще раз то к тебе уже никто не подойдет я не буду с тобой разговаривать поэтому решили ты ломаешь ее в третий раз и уходишь с этого следа или начинаешь тренировать ребят и становишься тренером сергей думал недолго чесал бороду сказал пожалуй я стану тренером колено его ломали не помню одно или оба это было представьте он весел в разное время от 80 до 120 кти 130 и обратно к 90 и значит в ту пору когда он играл весел очень много тот из вражеской команды разбежался и прямо в полете пробил ему в колено двумя ногами то есть она выгнулась в обратную сторону зачем я все это рассказываю за ним чтобы понимали что вот у него бандажи на коленях потому что в одном заменена связка по-моему и сустав заменен мы серёг уже три года не виделись или скорее всего еще какие-то операции потому что травма очень серьезный и в горах мы тяжело им очень нравится и хочется ходить в горы но очень больно когда несешь тяжелый рюкзак и идешь не по тропинке в парке или асфальтированной дорожки на по камням по склонам поэтому надевает такие специальные жесткие бандажи которые подкручиваются с двух сторон держит колено полностью так вот мы с серёгой что-то делал в конце группы я ему говорю уже на подходе к этому мосту на его еще не видно горячий серёг сейчас самый сложный момент мост перейдем или добрый он ко мне поворачивается даем к мост ну да смысле мост переходили когда шли в ту сторону цеха мост вообще дурачок что никого моста не был забить я показалось но я так думаю ну ладно может серёг ты не помнишь конечно не часто угораешь надо и дальше а я был в замыкании группы серёга ушел чуть вперед и он как бы перевалил там такой гребешок окончанием арены ты переваливаешь за него и там видно вот это ложе язык ледника конец его и соответственно эту речку под ледовым мостом я пришел минут на пять позже может быть надеюсь после того как туда люди подошли и сергей тоже я выхожу а он смотрит на круглыми глазами видами что это это мост показать и говорю я не помню как мы его переходили вообще не помню обратно мы уже страховку вешали на мосту перешли его без проблем и пришли в лагерь далее у нас был традиционное мероприятие компании траверс вручение футболок с логотипом данной программы и горные программы до цей осетия и все на следующий день после вручения футболок и прощального костра основная часть группа уехала а мы день или два жилища в цели и ими и дальше перебрались к эльбрусу куда приехали еще некоторые люди из москвы кого не было в осетии кто составил с нами основную команду для восхождения брус выезжали на машине и все места не хватило нам нужно понимаете да через ладикавказ приехать в нальчик то есть из осетии при кубардино-балкарию и уже из начали приехать на эльбрус и мы константин из москвы бухгалтер из москвы мы с ним отправились на автобусе из цели до логикавказа потом на маршрутке из логикавказа в нальчик и оттуда на такси уже на поляну азову не джентуга не на азову сначала джентуга поехали было смешно когда мы с костей проехали значит две трети пути и в нальчике брали такси там подъезжает копейка и бординец или балкарите я не знаю кто он был по имени ослан его звали как лива из хроник на армии сказал нам что довезет нас куда угодно мы сели к нему я сел на передние только хотел пристегнуться на что он крыльнул голову и сказал мне надо брать не надо вот будет пост пристегнешься я понял и отбросил ремень что мы ехали сто километров в час на копейке я пристегнулся только перед постом и как обнаружилось в этой машине не работает крепление для ремня безопасности доехали без происшествия правда сбили лесу но уже в темноте она выдержала резко почти перед машиной было грустно и водитель сокрушался потому что ни разу жизни никого не сбивал и человека никакое животное тут вот какой горе и тогда наверное закрались меня душу сомнения что что-то не так происходит в этом путешествие что какое-то но не зло висит на 1 но что-то нехорошее мы приехали в джентуган там мы были четыре дня глазами на скалах отдыхали там уже отправили собственно на эльбрус ну кто был на кавказе 2017 мы помним что было очень дождливый в августе сыграет большую роль в том что в ущелье баксан и аделсу сойдет большая сель да и все кто знает эти события все это произошло в джентугане началось там в альблагере есть два озера повыше его по дороге к зеленой гостинице и вот они переполнились водой прорвали марину и наполнили реки что привело к тому что оба ущелья были разгромлены грязи водяным потоком размыто много дорог погибло четыре человека вот многие люди были отрезаны начали сентября цивилизации мертолюте выкуривали те до сих пор три года прошло последствия еще сохраняются нам повезло но в этом чуть позже приехали в на эльбрус пород был дождливый первые дни мы поднимались на канатках соответственно станции мир и потом до 3700 еще перед переделиться там мы жили в домике несколько у нас было таких еще акклиматизационных выходов до 4 100 до приют 11 4 700 до начала косой полкину подъема к седловине между двумя вершинами бруса в эти дни погода была такая что туман снег шел там дождь моросил ветер дул так довольно неприятно было и экстремальные условия мы ходили соответственно по ровной этой прокатанной дороге которые на брат раками и снегоходами и людьми вкатывается до состояния автобана поэтому как бы просто никуда не ходишь в сторону и прекрасно можно акклиматизировать это такой погоде там на эльбрусе главное ходить группы не по одному не уходить от вешек и куда с этой трассы не сворачивать и все будет окей ночь перед восхождением из приют 11 понимаешь задели восхождение мы еще поднялись на 200 метров перенесли влаги туда и погода уже тогда был по моему 26 августа обещала быть уже хорошей дни небо очистил и солнце светило легкие облачка такие пучевые иногда летали но не бойся вершину очень прекрасно и конечно неописуемо ты идешь ночь постепенно уходит сменяясь утром тень от эльбруса появляется на главном кавказском хребте то есть ты видишь эту огромную тень на четырех и пятитысячных стоящих рядом очень красиво пусто дрогатая гора мне нравилось когда я отдыхал покачиваясь на трекинговые палки я наклонялся вниз и смотрел головой между ног так в складке и ты вверх ногами видишь мир ощущение что ты вообще на другой планете находишься эти вот серо-оранжевый главный кавказский хребет на нем тянет эльбруса солнце восходит на востоке небо наполовину уже такое грязно-голубое наполовину еще черное со звездами и снежная поверхность и эти космонавты которые идут вверх их очень много как будто переселенцы путешествующие в космосе ищущие другую планету и которые ее нашли мы поднялись на седловину термометр был на часах у никола владимировича нижняя граница термометра 15 градусов минус 15 постоянно там стояло значение непонятно скорее всего ниже 27 августа внимание было наверно минус 20 по ощущениям может минус 25 даже но как только солнце вышло на седловину начало ощущение холода уходить там все сильно быстро очень разогревается мы представляете две вершины образуют их склоны образуют такую корыто она все белая белого цвета самая сильная высокая отражательная способность альберда по научным соответственно отражаясь получим этом карте никуда не уходит часть их уходит только вверх большинство отражается несколько раз от этих склонов там разогрев дикий когда спускались обратно с вершином 12 в час там было нереально идти вот жарит очень сильно часа 2 мы тусовались там на вершине и около вершины то поднимаются спускались не и мы туда занесли пару колесинов то сидишь лично снега кругом только белый цвет и синий если встать полный рост а не сидеть можно видеть еще серый цвет горы безжизненные вершины вот среди этого белого синего и серого цветов оранжевые фрукты то есть кипятить чай на джет-бойле но по-моему до грели только до 60 градусов наверно где-то воду максимум можно 50 больше как ты но мы не очень долго грели но по делу по делу решили бросить это и потихоньку пошли вниз мы спустились до приют 11 снова на следующий день с приюта мы пошли вниз до поляна азава потому что отключили в этот день канатной дорогой полдать двадцать восьмого августа и мы спускались просто пешком по всем этим склонам где зимой кататься на лыжах и мы спустились на азаву мы листом ели с тестом тоже вручали футболки всем участникам и тогда еще меня начну немножко мутить он хочу день когда мы проснулись и рано утром сели вчетвером машину волгоградцы остальные все были с москвы не выбирались самолетом и поехали мы вчетвером сторону волгограда у меня поднялась температура начал знабить меня ну это было по сути даже не болезнь а просто организм устал за три недели от серьезных физических нагрузок у него был сбой такой день-два то есть я приехали вечером 29 августа город у меня была температура на следующий день она пропала после хорошего сна после чая горячего и постепенно на следующий день 30 августа я как-то так окремался и 31 уже был полностью в кондиции вообще ну а далее случилось наверное сама я не знаю как это назвать назовем это чудо что мы здесь я рассказываю вам об этом и необыкновенные совпадения случайности которые не случайно как говорил черепаха из конху пану первость по моему с 31 августа 1 сентября 2017 озеро в лагере туган выходит из берегов наполняет боксан реку адыл су и смывает получили в джинбугане смыло поляну где мы стояли с палаткой унесло бочки в которых можно жить также сторожку сторожами с моим сторожем и вот я еще тогда то есть 31 августа более менее только клемался у меня сошел неправильно сказать загар никуда не ушел конечно именно обгоревшие места ну губы уголки вот здесь около глаз корочки ушли и кожа восстановилась я вот такой еще после болезни после этого восхождения уставший не вещи что вернулся на равнину вдруг узнаю новость сайта риск.ру что привет поляны больше нет где мы стояли тут в голове тебя щелкает что разница в неделю просто неделю на неделю бы раньше это озеро бы вышло из берегов и конец моим приключениям нашим приключениям поэтому так вот бывает в тот момент не очень ясно понял что гор это опасность ней и она иногда очень скрытая не совсем ядно потому что можно было предсказать если бы глициологические работы велись как в советском союзе очень часто с хорошим финансированием эту катастрофу можно было предсказать хотя они говорили о том что нужно строить там дамбу о том что нужно спустить воду из этого озера и тому подобное но все это было мимо нужных ушей а может никому и не нужно было поэтому потом получили такую катастрофу вот эти опасности могут быть совсем не явными но они есть и тогда в начале сентября я наслаждался городом музыкой людьми понимаю что жизнь есть на равнине а высоко или нет и почти после месяца высоких гор я вернулся обратно цивилизацию и это было таким великолепным моментом который я заново открывал для себя мир людей потому что ощущение было что я или не был здесь или очень долго отсутствовал никак не месяца может быть пару лет эти это сейчас конечно все уже стерлась за три года и ощущение что ты всегда здесь жил но по сути так и есть поэтому знаете в горах побывать стоит ради долго побывать горах в высоких горах ради того чтобы понять раз и навсегда что жизнь существует на равнинах и мы нужны здесь и здесь наши братья сестры родители друзья любимые люди здесь все все что вам нужно туда можно уходить но нужно всегда возвращаться после этого слова и песни высоцкого обретают я ясный смысл и пониманием приходит навсегда эти вещи данила спасибо большое за очень живой интересный рассказ о твоем путешествие в конце ты подвел очень мудрый итог и скажи что тебя подвело к этому в жизни на равнине к таким выводом ну наверно просто несколько событий самое основное из них это когда мы убежали от смерти давайте говорить прямыми формулировками ясными ну на самом деле это только озеро все равно вышло из берегов бы только когда прошел сильный дождь а он ну за неделю до этого дождя дождей не было поэтому в общем и целом ничего не должно было произойти но все же не знаю просто на уровне ощущений каких-то когда очень долго находишься вне цивилизации но из определенным одним коллективом то есть понятно что на эльбрусе мы встретили еще очень много людей но до этого мы были по сути там единичные персонажи типа таксиста там продавщица магазин или кого-то еще до сравнению с тысячами миллионами людей на их совсем немного вот и поэтому потом обратно приезжаешь в город плюс вот уставшие с этой болезнью очень быстро там до закончившись на все же плюс еще через несколько дней тебе говорят что там смыло то место на котором тебя палатка стояла это все ну так ударяет немножко заставлять по крайней мере задуматься но это не значит что не нужно ходить в горы балков боятся в лес находить вот но просто наверное это как-то вот на уровне ощущений в общем что-то такое данил скажи пожалуйста после вот вашего восхождения ты продолжаешь ходить в горы и заниматься альпинизмом или как-то вот сходил и хватит я последние года альпинизм не занимался но просто в связи с тем что как-то просто не ездил не попадал в прошлом году соответственно ну мы сезон работали 18 я был тоже в краснодарском крае но на горе индюк ну мы скалолазанием занимались вот и сейчас я все эти года я им занимаюсь спортивным скалолазанием лазанием на трудность болдеринг вот и как-то я все-таки ну заточен на это поэтому в общем в этом направлении работаю я в горы хочется просто туда и туда невозможно же попасть плюс нужны финансы ну в общем как бы иногда если возможность какая-то выдастся то я бы обязательно еще бы съездил на кавказ и думаю съезжу еще наверное не раз вот я точно хочу зайти на восточную вершину бруса но это понятно что круто там вилку сделать сразу типа пришел зашел на запад и зашел на восточный спустился но это так если получится то в течение нескольких лет следующих а вероятность есть того что мы пойдем снова ну не тем составом но может быть очень похожим то вот это я точно бы хотел сделать поэтому ну это такие как бы несложные маршруты до единички двойки альпинистки они приятные просто там как бы ну и трудно иногда но в то же время ты наслаждаешься красотами поднимаешься то вверх то вниз поэтому этого достаточно для счастья для получения прекрасных жизненных эмоций вот но спорта тоже немножко другое дело там понятно что находить были серьезные вещи меня это не зовет скажем так понятно то есть тебе ну больше для души нужно вот сходить поход да наверное да мне интересно я люблю бывать в разных местах вообще видеть разные места путешествовать и но опять же понятно что я не тыкаюсь не мыкаюсь во все подряд то есть допустим мне интересно альпинизм и скалолазный и благодаря тому что мне интересны эти занятия я бываю в районах где этим можно заниматься ну и вижу эту красоту то есть в таком духе так же как там я хожу на байдарках и соответственно благодаря этому там за пять лет я посмотрел все реки вагоградской области побывал на них то есть это позволяет еще географически развиваться то есть по специальности да потому что эту науку нельзя изучать просто сидя в кабинете нужно смотреть по сторонам поэтому вот наверное это как-то так ну такой дух искателя назовем это таким да вот ты сказал насчет того что ну регуляция это не сложно на самом деле на эльбрус вот чтобы нашим зрителям было понятно примерно сколько при хорошей соответственно погоде при благоприятных условиях а сколько занимает восхождение вот от лагеря до самой вершины сейчас чуть поправлю я там сказал просто про единички про двойки говорил что но по сравнению с более сложным маршрутами то легкие вещи эльбрус ну это не как бы это выглядит как прогулку потому что там нужно просто идти ногами с кошками все с трекинговыми палками там не нужен ледоруб их несут некоторые группы на всякий пожарный но в общем и целом он бессмысленный там там обвязку с веревкой взять если группа идет ну можно на всякий случай там погода испортится связаться чтобы просто не потеряться в тумане если наползет время соответственно у нас заняло по моему восемь-девять часов мы вышли там в девять тридцать в 10 мы были на вершине это долго потому что причем мы обогнали очень много людей то есть это вот коммерческие группы там которые связаны были то есть там 10 человек связки идут просто один за одним у них там свой темп никто никуда не выбегает а плюс можно увидеть насколько разные люди там находятся вот по сравнению там со многими группами мы чуть не марафонский темп хотя если сравнить нас конечно с профессиональными альпинистами у нас черепашек темп ну вот или с теми кто бегает или брус рейс наверх просто не знаю сверх люди там какие-то икс-мены вот ну в общем как бы среднестатистический человек который допустим там бегает два-три раза в неделю ну поддерживает какой-то уровень физической подготовки не сильный и ходил в горы знает что это такое ну я думаю ну вот восемь-деять часов при хорошей погоде то есть таком нормальном адекватным темпе и это причем некоторые люди за это время поднялись которых не было не было акклиматизации но тут все очень индивидуально потому что у меня там она была у виталия пример там из москвы парень у него не был он поднялся на час побольше чем я или даже быстрее вот тут все очень размыты эти границы подготовки организма понятно но условиям жизни там за 9 часов можно подняться да ну это мы если говорим о восхождении с приюта 11 то есть 4 150 по-моему я не помню это не полное восхождение с севера когда идут с палатками снизу вот но это другая тема ну да да скажи пожалуйста что тебе все таки больше всего понравилось вот само восхождение на эльбрус или вот этот вот акклиматизированный акклиматизации он ный поход по сети до этого вот что из двух тебя ближе ну эльбрус ближе ну потому что он просто все это перечеркнул то что было до него закрыл собой ну это было великолепно правда когда мы зашли то есть на самой вершине ты там не прыгаешь отчасти не пляж конечно ты просто заходишь в какой-то мере там стоишь когда на вершине посмотрел вокруг а потом спускаешься чуть ну там на примерно типа 20 метров ниже там плато перед этой вершиной на нем можно там сесть посидеть немного чай попить мы просто там постоять силы восстановить ну ты смотришь вокруг то есть ты понимаешь всю эту красоту но ты очень сильно уставший то есть ощущение того что произошло придут попозже вот там через день через два там через недели через две осознание вот этого всего а так конечно очень красиво но самый прекрасный период этого когда ты идешь ночью и зарождение дня нового происходит этого . россии это круто а вот такой у меня вопрос а что тебе все-таки ближе вот долгие походы когда ты идешь 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 или короткая ну вот все таки такое запоминающиеся восхождение не знаю мне всегда такие вопросы вводят ступор это примерно как какая-то любимая песня вот это или вот это или там любимую книгу выбрать я затрудняюсь этим ответом наверное зависимости от ситуации но в целом все таки если мы сейчас еще чуть критерии как сказать так но сузим вот этого вопроса наверное я выбрал бы короткий поход все таки вот долговременные какие-то такие вещи типа в две в три недели там в месяц наверное не очень привлекают меня по крайней мере вот сейчас отвечая на данный вопрос я выбираю короткий поход понятно спасибо но это тоже тут все ощущение зависит там от того что ты хочешь в данный момент возможно там через какое-то количество лет там я скажу по-другому в данный момент мне нравится такие короткие вещи ты в цивилизации живешь и вдруг вырываешься сделал что-то побывал приехал и снова продолжается деятельность может быть потому что здесь есть дела интересные тоже и ты не хочешь надолго уходить спасибо поняла лучше ты сказал что ты после спуска приболел скажи восхождение как действовал твой организм как вообще ощущалось просто нормально все то есть я очень хорошо шел нас двое людей из группы им стало немножко плоховато ну и когда-то давно когда я начинал заниматься еще туризмом там альпинизмом постепенно все эти вещи в мою жизнь выходили было там чуть больше пяти лет назад там где-то пять с половиной у меня были но это другие истории тоже такие вещи в походах когда там сильно меня вот глючило один раз ну прям конкретно и вот спустя там годы когда я уже помогаю кому-то в сложных ситуациях где-то после ну на пять четыреста что ли на пять триста немножко я просто почувствовал вдруг что просто тяжко чуть медленнее пошел по плато к вершине ну и все потом это дыхание как бы выровнялось ты его выровнял приноровился к новому темпу и все дальше потом все было хорошо окей вот то есть никаких проблем ну таких прям мощных температуры это но это не болезнь как таковая то есть там не знаю не вирус да не инфекция это просто скорее всего на усталость за три недели и сильное эмоциональное физическое потрясение для организма и вот это там в день два температуры превратилась ну то есть такое может быть но ни у кого больше этого не было из групп а вот а вот каким образом ну или у вас дело ну в осенье как ну соответственно там дня три до того как мы пошли в ущелье это просто небольшие прогулки там по моему 2 200 альп лагерь находится ну то есть там 2 400 2 700 2 900 то есть такие вещи там вышли прогулялись там сходить к водопадам допустим вернулись потом уже погнали в ущелье то есть там плавный подъем на получается сколько километр 400 набор высоты то есть туда поднялись за два дня там соответственно три дня живем потом спускаемся два дня пришли в альплагерь снова но потом просто переезды около города через влаги кавказ через нальчик потом опять там в другой плаги там находимся потом на эльбрус там тоже такие же вещи типа немножко поднялись немножко спустились там буквально у нас три-четыре дня продолжалось соответственно вот это набор сброс высоты плюс нахождение на кавказе все это время организм привыкает и все просто это классические приемы ничего сверхъестественного вопрос эльбрус это очень популярная до вершина на которую с каждым годом месяцем восходит все больше и больше количества людей вот тебя не смущало что там очень много людей то что гора популярны количество людей как нет 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 ну просто детская мечта там семилетнего возраста ну там она еще была неосознанная потом она уже там сформировалась постепенно поэтому мне просто хотелось там побывать я понимал что ну что я встречу там какое-то количество людей но даже вот эти там 200 человек они на горе очень сильно рассредотачиваются потому что все-таки это огромное пространство вот и нет не знаю даже в какой-то степени шарм есть там когда ночью вот эта вереница ну все в разное время выходили там кто-то в полночь вышел кто-то кто-то только в два часа ночи как мы и и ты видишь вот эту гирлянду из людей но видишь что только фонарик на их головах то есть ради такого можно там тоже побывать то есть были бы мы там одни и мы бы не увидели такого а так огромная гирлянда на белом саду который еще темный то есть ну не знаю ну она да такие вершины туда же эверест и там оконкагу в южной америке еще какие-то самые высокие точки там континентов или на этих частей света да они становятся таким попсовыми потому что а я был на самой высокой горе типа или я хочу туда забраться очень много людей да но это отдельная проблема то что там много неподготовленных людей соответственно тех кто вот я хочу у меня амбиции ну а там позаниматься альпинизмом вообще понять что это там дух нет надо просто заплатить деньги типа лезть сразу на такие вещи на порядке гиды заведут вот они этим зарабатывают но не знаю я тоже слышала очень много примеров именно они подготовленных людях которые такие инстаблогеры сегодня я поднимусь на эту гору а потом их спускают с тем что и без подготовки не знаю вообще что такое альпинизм они такие герои да согласна здесь с тобой полностью ну да это это проблема ну разный там была ситуация на эльбрусин не в этот раз не в семнадцатом году когда мы восходили а где-то на три или четыре года пораньше вот наш руководитель николай владимирович они участвовали спас работах спускали кого-то пацана он спортсмен по-моему то ли самбист или что такое и его батя сказал ему что ты короче извините за точность выражения ты лох если не зайдешь на вершину вот и вот он туда зашел а спуститься ему сил не хватило и вот его спускали в хижину сначала спасательную наседловине потом вниз как то есть это вот пример не где-то в гималаях да вот а здесь рядышком у нас такие вещи случайно вообще много было вот таких примеров где люди людям действительно становилось плохо и прям нужно было экстренно спускать их вот когда такого ничего не видел то есть просто иногда ты понимаешь что кто-то медленно идет ну то есть он идет он в адеквате полностью просто медленный темп но самое такое вот то что напрягает ну меня когда мы спускались а это допустим час дня был примерно то есть мы идем вниз уже нормально все за два часа к трем там полчетвертом мы скатимся к приюту все хорошо так вот в час кто-то еще поднимается но они конечно уже на седловине но все же или чуть ниже ее то есть это очень медленный темп и чем ближе они к вечеру тем сильнее опасность того что нагонят облака вот этот момент конечно опасный а так нет не было что мы там видели кого-то спускают или нам приходилось кого-то спускать все обошлось думаю что там погода была хорошей на следующий день поэтому никого там не замело все нормально поняла спасибо да отлично вот насчет того что город становится каким-то мейнстрим это печально вначале вот ты много использовал различных терминов поскольку ты географ и сделал по главу краткий такой экскурс географии для наших зрителей и можешь ли сделать географии рассказать что такое марена ледники и снежники чем они друг от друга отличаются там что такое седловина так далее ну давайте да сейчас что давайте седловину начнем сейчас с конца вопроса эльбрус это двуглавая гора вулкан да у него есть две вершины вот пространство между вершинами называется седловина но то есть если представить вельбруда верблюда с двумя горбами да то есть между этими горбами можно сесть вот по сути это выглядит примерно так только в большом масштабе это называется ну седло или седловина так про марены да был вопрос марена это наносный материал от ледников то есть это может быть крупные какие-то объекты то есть булыжники огромные валуны или могут быть мелкие объекты то есть там галичник песок глины ледник когда спускается мы сейчас про горы разговариваем то есть берем горный ледник понимаем он ползет со склона вот вниз сила тяжести работает соответственно он очень тяжелый он протирает дно поверьте по которой он ползет и он соответственно ее уничтожает вот разрывает и все что он выкорчевывает из этой земли разрушая породу это создает марены есть конечная которую он когда спускаясь вниз перед собой тянет бульдозер представьте настройки вот он толкает перед собой землю это вот тоже самое она может идти в но перед ним может как бы по бокам рассыпаться вот есть боковые марены есть там вот эта конечная марена есть марена которая лежит на леднике но она допустим он там стаивает она вытаивает из него то есть какие-то крупные обломки и они лежат на леднике вот снежники был сюда вопрос ну соответственно это просто вершина примеру да там вот снеговая линия у нас ну то есть это линия выше которой снег не тает круглый год карьера там гора не знаю там 3900 и у нее там с 3 700 до 3 900 лежит снег ну вот это называется снежник то есть там снежная шапка записал 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 завтра теперь скажу рассказывать придешь расскажешь буду тебя гонять по снежникам и ледникам данил скажи пожалуйста вот понятное дело что само восхождение это прям такой вау самый яркий да там один из ярких моментов в твоей жизни но по-любому есть какой-то такой яркий момент в этом ярком моменте вот вспомни что такого интересного и запоминающегося произошло что ты там внуком будешь своим рассказывать будущем так ну насчет внуков я не знаю но спросили да довольно сильный момент там видео которое в котором я рассказываю про восхождение фоточки где мелькают есть фотография но вряд ли этом кто-то запомнил в общем там видно месяц и облака такого разного цвета там от темно-синего до светло-серого мы перед восхождением вот на приюте когда ужин или и потом мы легли рано но никто не мог особо уснуть я не знаю кто-то час спал кто-то два но это всегда перед важным событием волнение есть тем более перед таким как бы вообще он не я не за этом экзамен когда ты там в какой-то раз раздаешь эта фигня да но там передвиги может быть там кто-то не спит потому что это впервые такое серьезно а тут восхождение на самую высокую точку россии и европы ух что-то не спится так вот мы ужинали в кафе кухне приюта у них там столовая там столы и лавки и есть такой балкон с поручними вот я помню что а это получается конец августа да в общем у лана дель рей тогда за месяц до этого вышел альбом last for life и вот мы стояли не помню там был саша помаш еще кто-то и мы слушали лану вот тот момент как так время остановилась довольно то есть эти облака на небе замерли лун месяц висит это синее небо и мы понимаем что ну вот как бы мы считаем прям секунды вот если они тикают тикают мы понимаем что вот момент мы ловим его вот песня вот красивая музыка мы может быть одни из первых кто слушает ее вообще в этом месте и завтра все закончится мы зайдем и уйдем отсюда вот это наверное такой был момент остановки времени он сильно помнится но это сильно было и смешной момент если там туалеты которые на эльбрусе стоят но это вот в деревне такой стол прямоугольник раз крыши все дверцы заходишь а там дырка которая ты можешь смотреть и далеко смотришь потому что он стоит на краю мне повезло мне все рассказывают там вот ветер дует оттуда вообще невозможно я заходил туда сколько раз потоки тогда восходящих потоков этого не было мне везло так что это тоже такой хороший момент самое главное что ты о нем помнишь прекрасно да не сегодня действительно замечательный день мы у меня было ощущение что я тоже сегодня побывал и на эльбрусе сейчас я послушала остановилось время и я полюбовалась видом еще и про туалет мы узнали все замечательно прекрасно я считаю что сегодняшнее наше интервью зашло и зашло хорошо мы были рады вообще пообщаться с тобой познакомиться я напомню что в гостях у нас сегодня был инструктор лагерь большое приключение данил дереза который рассказал вам замечательно увлекательное свое путешествие восхождение на эльбрус данил спасибо тебе огромное хочется сказать и пожелать тебе новых восхождение новых путешествий